Приветствую всех зрителей и подписчиков! На канале Максимум самые актуальные и горячие темы. Сегодня 1 марта, смотрите в этом ролике. Президент Казахстана сделал ряд откровенных признаний. «За рубежом нас знают как казахов» – эта фраза Такаева относилась к трагическим событиям, произошедшим в Кардайском районе Жамбульской области. Также глава государства высказался о скандале вокруг автомобилей с армянскими и киргизскими номерами. Ключевой стала фраза «Они построили на этом бизнес, обманывая простых граждан». Кроме того, Касым Жамар Такаев жестко прошелся по проекту закона о митингах, в котором планируется ограничение участников до 250 человек. Подробнее об этом и не только прямо сейчас на канале Максимум. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев сегодня с рабочей поездкой в Жамбульской области, в ходе которой он встретится с жителями Кардайского района. Касым Жамар Такаев ответил на вопрос касательно того, что намерено предпринимать государство, чтобы не допустить повторения трагических событий, произошедших в Кардайском районе. 1 марта я буду с рабочей поездкой в Жамбульской области. Планирую встретиться с жителями сел в Кардайском районе, где проживают казахи и дунгане. Очевидно, что мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений. Казахстан был и будет территорией дружбы и согласия. Наш девиз – единство в многообразии. Все национальности, этнические группы, проживающие здесь, по сути, являются единой нацией. За рубежом нас знают как казахи, поскольку в названии нашего государства звучит именно это слово, рассказал глава государства в интервью. Разумеется, не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане. Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев, сказал Касымжамар Такаев. Глава государства прокомментировал актуальную для многих казахстанцев тему касательно регистрации автомобилей с иностранными номерами. По его словам, отдельные граждане построили на этом бизнес, обманывая людей. Такаев отметил, что, несмотря на данные им поручения в прошлом месяце, тема автомобилей с иностранными номерами и их регистрации в Казахстане остается актуальной. Он рассказал, что главный надзорный орган дал оценку происходящей ситуации. Оказалось, что у властей есть претензии к работе некоторых государственных ведомств. Такаев также поведал, что отдельные граждане обманывали людей и построили бизнес на автомобилях с иностранными номерами. Сейчас правоохранители ведут следствие касательно мошенничества. В целом, в настоящее время ведется работа, направленная на то, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало. Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Алматы уже был зарегистрирован первый автомобиль с иностранным номером. Транспорт был привезен в Казахстан из России. Известно также, что на все привезенные из стран ЕАЭС машины после их регистрации в Казахстане будут устанавливать госномера желтого цвета с цифрой 18 вместо номера региона. Глава государства Касым Жамарт Такаев высказал свое мнение касательно проекта закона о митингах в республике. По его словам, ограничение в 250 человек является нецелесообразным. Президент подчеркнул, что любые действия или попытки, цель которых состоит в подрыве конституционного строя, будут пресекаться согласно букве закона. Между тем, он отметил, что уведомительный характер организации мирных собраний является принципиально важным. Напомним, ранее стало известно о том, что закон о митингах обсудили в Акорде. Ерлан Карин напомнил, что данный вопрос был поднят Касым Жамарт Такаевым в послании народу и во время выступления на первом заседании НАЦСовета. К слову, сегодня в Алматы прошел мирный митинг против точечной застройки города. Как рассказали собравшиеся активисты, они давно выступают за то, чтобы в южной столице объявили запрет на точечную застройку. Они считают, что такая практика является ничем иным, как отложенное убийство казахстанцев. Президент Казахстана во время своего послания народу высказался за свободное проведение мирных митингов в стране. Он отметил, что необходимо выделять для этого места не на окраинах городов.